Привет, это подкаст с разбором голоса и речи Тони Робинса. Я Александр Пинаевский, диктор и тренер по голосу. Здесь все про управление голосом, как говорить уверенно, как убеждать и продавать больше с помощью голоса. Кстати, у меня есть диагностика, на которой я могу вам подсветить, что вам можно улучшить в голосе и как ваш голос воспринимают окружающие. Чтобы записаться на диагностику, напишите мне в личные сообщения слово «диагностика». Ну а теперь давайте перейдем к разбору. Итак, давайте начнем с голоса Тони Робинса. Сравним, как он звучал в молодости и как он звучит сейчас. Какая эволюция голоса у него произошла. В голосе как будто меньше вот этой хрипоты и глухоты, которая есть сейчас. Голос звучит более подвижно, выше, но еще бы он был моложе. И судя по тем интервью, которые я читал с Тони Робинсом, он сам говорит, что посадил свой голос, когда вел семинар и был неопытным. Просто говорил на связках и напрягал не те мышцы. И со временем его голос потерял подвижность и звонкость и стал более хриплым. Давайте послушаем. Голос стал более хриплым, низким и потерял высокие частоты. Да, это визитная карточка Тони Робинса и все его узнают именно по этому голосу. Но он в свое время занимался с тренером по голосу, чтобы долго вести семинары так, чтобы голос не уставал. Иными словами, учился включать мышцы живота, а не мышцы горла. Поэтому, если хотите учиться голосовой выносливости и долго вести вебинары, тренинги, учитесь работать мышцами живота. Отключайте мышцы горла. Давайте послушаем, как Тони Робинс использует паузы в своей речи для того, чтобы выделить главное. Слышите, он сказал первый пункт, назвал его и сделал паузу. Для того, чтобы мы осмыслили то, что он сказал. Он это делает для того, чтобы мы лучше осмыслили то, что он сказал. Если бы он не сделал паузы и начал говорить все быстро тараторят, то нам сложнее было бы понять и вычленить, что здесь главное, а что второстепенное. Именно поэтому он назвал первый пункт и сделал паузу. Дальше пойдет пояснение этого пункта. Снова сделал паузу, сказал какую-то мысль. Пауза. Пауза для того, чтобы у нас было время подумать и поразмышлять над тем, что он сказал. Это тоже можно взять на вооружение и не тараторить, когда вы о чем-то рассказываете. Важно делать паузы для того, чтобы зритель или слушатель лучше осмыслил то, что мы сказали. Теперь давайте послушаем, как Тони Роббинс использует акценты для того, чтобы выделить главное. Даже если вы не знаете английского языка, вы все равно слышите, какие слова он выделяет. Он не говорит ровно. Всегда есть какое-то важное слово в том, о чем он говорит. Он всегда подсвечивает важное, чтобы нам было проще ориентироваться и понимать то, о чем он говорит. Вот сейчас был хороший пример. Он делал акценты на важных перечислениях. И не говорил все в одном потоке, сливая все воедино. То есть важные слова нужно подсвечивать и усиливать. Этому можно поучиться у Тони Роббинса. Идем дальше. Давайте послушаем, что происходит с громкостью, как Тони Роббинс использует громкость голоса. Он говорит довольно-таки громко, тем самым транслируя уверенность, страсть и важность с темы. Если бы он говорил тихо и скромно, то было бы совершенно другое впечатление. Но он использует громкость для того, чтобы транслировать эти качества, чтобы мы присоединились к его страсти. Следующая штука – это подтекст. Подтекст – это то, что стоит за словами. Если я скажу «Ты мне так нравишься!», вы слышите, что слова одни, а подтекст совершенно другой. И, как правило, мы больше доверяем подтексту. Как использует подтекст Тони Роббинс и что он имеет в виду под своими словами, давайте послушаем. Подтекст в его речи транслирует то, что я говорю – это суперважно, это очень интересно, это изменит вашу жизнь. Если бы подтекст был противоположным, то, о чем я говорю – я не уверен в этом, возможно, это интересно, а может быть и нет, я не знаю, понравится вам это или нет, то совершенно было бы другое восприятие. А подтекст практически во всех выступлениях Тони Роббинса – то, что я говорю – это очень важно, это изменит вашу жизнь. Следующее, что предлагаю послушать – это дикцию. Какая дикция у Тони Роббинса? Хорошая дикция за счет подвижных губ, свободной челюсти, свободной гортани и направленного звука. Он направляет звук, он не оставляет его внутри себя. И за счет этой задачи его дикция довольно-таки четкая и разборчивая. Следующий пункт – это интонации. Слушаем, как он пользуется интонациями. Интонации у Тони Роббинса довольно подвижные. Он уходит вверх, спускается вниз, у него хорошая середина голоса. Он постоянно ими пользуется. Интонации – как музыка. Если бы он говорил все на одной ноте, то было бы неинтересно слушать. Нет, он уходит наверх, уходит вниз, для того, чтобы окрашивать тем самым свою речь и вовлекать нас в то, о чем он говорит. Постоянно голос идет снизу вверх, сверху вниз. Он постоянно двигается, и вы это слышите в его речи. Ритм. Что происходит с ритмом речи в выступлениях Тони Роббинса? Он периодически меняет ритм. То есть говорит-говорит, где-то замедляется, где-то ускоряется. Неважное второстепенно он проговаривает быстро, а на важном он замедляется и выделяет это паузами и ритмом. Пауза, она тоже управляет ритмом. И когда он говорит в потоке и потом останавливается, он этим самым ломает ритм. Это тоже можно взять на вооружение. Когда что-то рассказываешь, старайся менять ритм, чтобы было интересно слушать. Ну и последнее, на что хочу обратить внимание, это дыхание. Как Тони Роббинс пользуется дыханием. Дыхание довольно подвижное. Он берет столько, сколько ему нужно для того, чтобы озвучить фразу. Он не задыхается в конце фразы, потому что уже владеет дыханием. Плюс ко всему дыхание позволяет ему озвучить весь объем своего тела. За счет подвижного дыхания, мышц живота и включенной диафрагмы, его голос звучит уверенно, подвижно и объемно. Давайте резюмируем, что делает речь Тони Роббинса интересной, увлекательной, эмоциональной и страстной. Первое это паузы. Он активно пользуется паузами. Разделяет смысловые блоки и останавливается перед важным. Либо делает паузу после того, как что-то выделил, чтобы мы успели осмыслить то, что он сказал. Следующее он пользуется акцентами. Он выделяет важные слова, важные фразы, для того, чтобы нам было понятно, где главное, а где второстепенное. И нам проще ориентироваться. Как в тексте статьи, где важные мысли, важные слова выделены жирным. Следующий момент это дикция. За счет подвижных губ и свободной гортани, включенных мышц живота, у него хорошая дикция, и он направляет звук на зрителя. У Тони Роббинса хорошая громкость, которая транслирует уверенность, вовлеченность и страсть. То, о чем он говорит, это супер важно. И это транслирует громкость в том числе. Подтекст. Подтекст его, это супер важно, это изменит вашу жизнь, вам нужно это послушать. Он постоянно пользуется этим подтекстом в интервью, в семинарах, везде звучит почти один и тот же подтекст. Это очень важно. Интонации его очень разнообразные. Он идет снизу вверх, сверху вниз, постоянно двигает голос, не стоит на месте, не монотонит. Также он активно пользуется ритмом. Где-то замедляется, где-то ускоряется, для того, чтобы его было интересно слушать. Он не тараторит и разделяет все ритмом. Где важный, там медленный ритм, где второстепенный, там ритм более быстрый. Ну и последнее, это дыхание. У него активное дыхание, он включает мышцы живота, диафрагму, для того, чтобы дикция была четкая, для того, чтобы звук был направленный и сфокусированный, и для того, чтобы озвучить все свое тело. Надеюсь, подкаст был для вас интересным и полезным. Ну а если хотите узнать больше о том, как звучать уверенно, экспертно и убедительно, то забирайте мой бесплатный урок «5 голосовых фишек уверенных экспертов». Ссылку я оставлю в первом комментарии. Ну и до следующих подкастов. Пока!